Здравствуйте, это Владимир Жанковский с программой «Покажите, где деньги». Hormel Foods неплохо себя показала в эпизоде коррекции индексов конца прошлой недели, потеряв в нижней точке всего лишь около 2,4%, на фоне коррекции индексов более 6%. То есть HRL остается защитной бумагой с коэффициентом бета минус 0,02. Поскольку мясоперерабатывающие заводы по всей территории США продолжают оставаться эпицентрами локальных вспышек коронавируса, Hormel Foods 10 июня заявил, что соответствующие профилактические мероприятия являются весьма успешными на его объектах. Эта инициатива, получившая название «Не допустить проекновения COVID», как утверждается на заводе компании в Остине, а также штат Миннесота, число инфицированных людей оказалось ограниченным 50 людьми. При рабочей силе численностью около 1800 человек, что составляет около 2,7%. Эта цифра представляет собой огромную разницу в сравнении с реалиями других мясоперерабатывающих компаний США. В одном из недавних примеров коронавирус заразил 22% или 555 человек работников завода Tyson Foods в Storm Lake, штат Айова. Это положительная для Hormel Foods новость, дающая дополнительные аргументы удерживать данную бумагу в портфеле, хотя техническая картина выглядит пока довольно уныло на фоне расторговки в узком диапазоне от 46.50$ до 48.00$. Продолжение следует...